Киберфест 11 приветствует Александра Шишкина. Хокусая. Хокусая. Саша, расскажите о вашем проекте на фестивале. Я постарался сделать... Ну, скажем так, все-таки это какая-то программная вещь, которая... Вот этот фильм, какой-то фильм, будем так его называть, или видеоинсталляция. Я вот и опутаюсь вот этих всех вещей. Нет, это видеоинсталляция, конечно, там три экрана. Три экрана — это видеоинсталляция. Да, ну, наверное. Но это какая-то работа, которую я делаю постоянно, погружая себя в какие-то... Ну, как, смежные дисциплины, что ли, да? Ну, не знаю. Что же сюда сказать-то, господи? В общем, называется, да? Как название? Кино для молодой змеи. Ну, тут несколько аспектов. Сейчас я попробую раскрутить какой-то клубок. С одной стороны, как бы, вот это движение в сторону от человека, да? Вот как бы от фигуры человека в такое постчеловеческое пространство. В пространство не то чтобы леса, да? Но такого какого-то суррогатного, что ли, пространства, да? Где и город, и лес, и помойка, и всякие обходы, и коллапсы все. Вот это все как-то превращает в какой-то единый, какой-то интересный организм. Где, как бы, и человек тоже как-то так замутировал сильно во что-то такое превращается. Это, с одной стороны. То есть, вообще, в принципе, движение от человека во что-то другое, да? Такая трансформация, да? Как бы, она, как бы, заполняет меня все больше и больше последние годы. Ну, поскольку, с одной стороны, я сильно работал с фигурой человека через театр, да? Через психофизику, через драматургию, через психоз человеческий, да? Вот это такая, такая некая усталость от вообще проблематики человеческого, да? Вообще-то, как человек про человека, да? Такое замыкание на искусство, на человеке тоже как-то, оно вот меня отравило, что ли, да? Вот. Поэтому, это как бы, конечно, от этого уйти невозможно, но... Какая-то вот попытка посмотреть по сторонам, да? Вот, это один аспект. С другой стороны, вот такое вот движение в сторону такого чувственного, лирического, сентиментального искусства, да? Такое вот, так, какой-то сентиментальный модернизм, да? Такое вот движение от... Ну, да, в какой-то архаику, в сказочность, да, вот это все вот, ну, в внешнем счете, в античность. Ну, вот как-то мне это стало интересно, как такой просто даже количественный, огромный пласт, да, человечества. Вот это вот как такой лес, такой природный ресурс огромный просто, который начинает меня примагничивать потихонечку, так вот, посерьезно. Да, помагничивать. Ну, лес, да, но вот я вот, ну, и как всегда, тоже, я лес использовал все-таки достаточно цинично, как декорацию, да? Но постепенно, как бы, вот этот, как бы, галерея их стала тесно, да, в театре тесно. Вот это вот вытеснение, как бы, вот клаустрофобия, да, закрытого пространства, вот поиск какого-то воздуха, ну, космичности новой, да, как бы. Ну, и в то же время, вот пространство дигитальное, цифровое, да, вот понятно, что я там с компьютерами давно работаю, и это тоже совершенно отдельное, как бы, пространство, которое когда-то было чистым, да, вот, а теперь оно тоже превратилось в очень загруженное всякими разными штуками. И вот огромные библиотеки, и огромные фотографии, фотографии, много всего, да, как бы, это тоже такой уже огромный срез почти, который, вот что интересно, живет своей жизнью. Ну, сортировать и обслуживать художник уже не в состоянии своей системы, они уже как-то там сами начинают. То есть это тоже такой очень большой, как бы, объем, который начинает как-то влиять, помимо моей воли, да, вот этот вот безвольный художник, да, тема безвольного художника, ну, тоже, как бы, одна из таких тем. Саша, мне очень понравилось, как это сделано технологически, да, и кажется, что это невероятная легкость, и мне вот интересно, да, в какой программе, как ты бы разворачиваешь, может, ты раскроешь немножечко свою тайну кухню? Ну, я лет 20 работаю в 3D Max, то есть это, как бы, основной мой 3D-редактор. Собственно говоря, да, технология тоже не так давно на обывательском уровне можно теперь делать фотографии с объектов и получать 3D-модель, да? То есть не моделить ее, а как бы, по сути, такая пространственная фотография, да? Сколько по времени заняло производство проекта? Ну, тут много составляющих, да, как бы, анимация, сбор материала, где надо все это собрать, установка камеры света, потом, ну, как бы, собственно, снятие материала, да, это как видео, да, которое мы снимаем в 3D-программе, да, мы, как бы, я снимаю некие короткие фильмы, и потом монтаж. Ну, монтаж где-то, ну, по-моему говоря, месяц, да, вот собрать все эти, уложить это в какую-то, в какую-то, вот, 13-минутный фильм, где-то я так плюс-минус монтировал, ну, звук там, вот это все как-то осмыслить, половину выкинуть, переделать что-то, да, уточнить. Где-то около месяца это монтаж, и, ну, где-то полгода, вот, обсчитывается, делается, собственно, видеоматериал. Но это вот пару компьютеров, которые считают круглосуточно, да, это, 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 конечно, не рендер фермы, которые там делается, то есть, если бы у меня там было финансирование, я был более, ну, как-то, коммерчески обоснованно, как вот это было бы, да, можно заказывать рендер, как бы, вот, в интернете через рендер фермы, это, наверное, быстрее все происходит, да. То есть, они включены полугода, день и ночь, считают. Да. Ну, как бы, я думаю, что кто занимается 3D рендерами, да, тот знает, что это, как бы, создается некий алгоритм, некие модели, некое пространство, устанавливаются камеры, свет, ну, и, собственно, просчет по кадру идет, как каждый кадр просчитывается, да, он там... Да, да, нет, ну, вот, но я думаю, что это, если вы так на обывательском уровне, это ближе, вот, к компьютерной игре, да, вы когда заходите в некую, как это называется, на некое поле, да, игровое, где оно, конечно, локализовано имеет какие-то границы, да, ну, вот, где есть некие объекты, пути, там, лес, там, не знаю, город какие-то, но там есть, конечно, допустим, мы, как и в кино, мы можем войти в какую-то дверь, и вот пространство вот за дверью, это уже, как бы, другое поле, да, другой павильон, да, или, как это вот можно рассуждать, это павильонами, вот у нас есть вот такой павильон, да, вот он полностью делается в 3D-редакторе и, собственно говоря, да, устанавливается свет, да, в принципе, суррогат реальности, да, конечно. Ну, то есть, это компьютерная студия внутри программы, где выставляется свет, да, 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 но это, да, это очень сходно, как бы, в общем, обычной съемки, но только-то эта съемка уже у тебя в компьютере, да, да, как-то так, ничего, вот как-то так, да, что это там, дальше уже можно смотреть, и у меня, как бы, технологическая цепочка не то, чтобы мало волнует, но это, там она меня больше волнует с другой точки зрения, с точки зрения вот этого нематериального творчества, да, поскольку я не чистый компьютерщик, да, который мне нравится, там, с фанерой, с реальностью, с доской, с железом, там, с проводами, где ты, как бы, прям физически устаешь, ты, как бы, воздействуешь, как-то, и материал на тебя как-то воздействует, то работа с компьютерами, это какая-то более сложная штука, потому что она, как бы, на тебя как-то очень опосредованно воздействует, и ты на нее очень опосредованно, и вот этот очень сложный, ну, как бы, для художника, мне кажется, вопрос, да, как бы, ну, в смысле того, что ты не получаешь реальной отдачи, когда такая вот художественная практика, она, как сказать... Ну, я прекрасно тебя понимаю, да. Как бы, ты не пилишь, ты не понимаешь, что ты делаешь, да, вот такой сложный момент. Я не могу себя подробить. Ты, как бы, видишь это глазами, но глаз может обманываться, ты, как бы, не чувствуешь это тактильно, да, телесно, и от этого, вот эта тема меня тоже волнует, да, насколько искусство вот не телесное, как вообще с ним быть, потому что все время момент фрустрации, неудовлетворенности от этой нетелесности, да, как бы, вот, ну, понятно, да, как бы, вот. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.